Новостей в местном зверинце, как всегда, много. Поэтому экскурсию нам провел директор Денис Саврандейкин. К примеру, в Ульяновском зоопарке процветает оленеводство. Долгожданное пополнение случилось около двух месяцев назад. У малыша пока нет имени, но он уже стал одним из любимцев посетителей. Работают здесь и на перспективу. Недавно привезли еще двух молодых оленей. Формируется пара разнокровные. Почему привезли из Мордовии другая кровь? Если эта кровь в следующем году разродится, соответственно, будет пара из наших оленей, которые в этом году родилась. Это мы размножаем, разводим и в дальнейшем, возможно, будет обмен с другими зоопарками. Подобная практика для ульяновского зверинца не новая. В этом году из Саранского зоопарка приехали пять эму. У сотрудников на них большие и долгосрочные планы – скрестить их с местными пернатами и отправить на Сахалин. Правда, произойдет это не скоро, ведь половозрелость у этих птиц наступает не в первый год жизни. У некоторых пока даже неизвестен пол. А это самочка? Это мы пока не знаем. То есть это сейчас будет определяться только или на генетическом уровне. То есть мы будем отдавать перо в лабораторию в Москву или в Санкт-Петербург. И по говору, скажем так, по внешним признакам, по внешним движениям только так определяется пол. Юные особи очень контактные. Сотрудники называют их ласкушки. Но, к сожалению, это ненадолго. Специалисты отмечают, что взрослее самки становятся более агрессивными. Но в виде их сейчас поверить в это сложно. Для разведения пернатых в зоопарке существует целый инкубационный отдел. Так руководитель зоопарка называет место, где хранят яйца, из которых вылупляются птенцы. Здесь индишата, цыплята, курочки, сусарочки, павлины, уточки. Единовременно в сезон здесь вылупляются более тысячи птенцов. Пополнится зверинец в этом году и млекопитающими семейству енотовых. Среди новых обитателей зоопарка и маленькие носухи. Малышам всего два месяца, но они уже показывают характер. Хорошо, что кусаются пока не больно. Некоторые пары еще только формируются. Например, для енотовидной собаки Рады привезли самца Каспера, который сейчас на карантине. Поэтому как прививку от бешенства мы сделаем, все регламентные работы проведем с ним, то он выйдет уже в свет. А так, пока такой белобрысый живет у нас дома вечером, ночью забирая к себе, а днем он здесь находится, приобщается с сотрудниками зоопарка. Вольер ему подготовили рядом с Радой, так что скоро новоиспеченную пару увидят посетители. Наконец-то дебютирует и молодой Лев Цезарь, попавший в зверинец зимой в качестве вещдока. Напомним, что его обнаружили правоохранители в конце прошлого года на границе России и Казахстана. Львенка-контрабандисты незаконно пытались перевезти. Привезли его в ужасном состоянии, со шрамами и нарушениями психики. Общими силами его удалось выходить, и теперь молодой царь зверей готов предстать перед публикой. Помимо этого, ульяновский зоопарк продолжают активно благоустраивать. Сейчас создают летний двор с экзотическими птицами. Некоторых уже перевезли. В планах обустройство большого пространства для обезьян, чтобы они могли свободно передвигаться по зоопарку и активничать.